Девушки отдыхают Отчасти Это очень часто встречается, в том числе и теоретически. Я, наверное, представлюсь, все-таки я, кроме того, что член гильдии успешных женщин, еще и бизнес-тренер, бизнес-коуч и просто счастливые женщины. И мне кажется, именно последний факт дает мне моральное право вообще говорить о целях женщины как таково. И сегодня я хочу рассказать о способе достижения цели как раз не с точки зрения всяких менеджерских техник, а с точки зрения своего состояния, которое помогает нам достигать определенной цели. Для того, чтобы, ну, немножко картинка была более полной, я скажу, что с менеджерскими техниками у меня тоже все нормально. Да, там три высших образования и один, кстати, один из 22 преподавателей, аккредитованных по проектному управлению в России, это я. И именно поэтому я хочу сказать, что для женщины я знаю еще один способ, который помогает достигать цели вот этим путем. Вам случалось сталкиваться с ситуацией, когда два человека разных идут к одной и той же цели? Ну, одной вот такой, вот такой пусть. Иногда она так устает на этом пути, что уже никакой цели не надо. А другой почему-то получается все легко и просто. Знаете такие ситуации? Ну, мне тоже достаточно. Я вспоминаю, как кто-то покупает однокомнатную квартиру и платит за нее как за трехэтажный особняк. Потом выплачивает еще долго кредиты и много-много еще сложности огребает. Так вот, моя цель на сегодня рассказать вам и прямо показать технику, которая помогает нам вот этим путем идти. Чтобы цели наши достигались легко и с удовольствием. Кстати, это мой слог. Ну, тут я продавать учу легко и с удовольствием. Вообще, мне кажется, для женщины радость и удовольствие от жизни – это такое качество, которое помогает хорошо жить и быть счастливой. Так вот, сегодня мы говорим об этой технике достижения цели. Но прежде чем мы к ней перейдем, я немножко окуну вас в теорию для того, чтобы показать, что все, что мы сегодня говорим, это не шаманские техники. Мы сегодня танцевать уже и петь там подгубно не будем. Все, о чем мы будем говорить, это абсолютно научно обоснованно. В принципе, такую подготовочку сегодня и Ольга, и Юля в начале нашей встречи делали про то, что все зависит от нашего состояния. Есть там зеркальные нейроны, есть определенные связи, которые влияют на то, как мы живем. И я хочу вас быстро-быстро познакомить с определенной системой, как распределяется, скажем так, информация, в том числе и в нашей голове. Это называется пирамидой нейрологических уровней. И вся информация подвержена определенным законам. Чтобы быть совсем, скажем так, доступной, я расскажу таким образом. Представьте, что у вас в голове есть такая этажерочка треугольная. На этой этажерочке все мысли разложены по разным полочкам. На первой полочке, на самой большой, на самой широкой, лежат все мысли и вся информация, которую вы получаете, которая про окружение. Вся информация, которая отвечает на вопрос, что, кто, где, когда. На следующей полочке, которая немножко поуже уже, и которая занимает время, место меньше в нашей голове, информация, которая отвечает на вопрос, что делать. Ну, некоторые женщины прямо так и живут. Встала, побежала, опоздала, завтрак приготовила и так далее. Иногда только об этом информации, об этом мы и думаем. На следующей полочке информация о наших способностях. А как именно мы делаем то или иное? Чуть выше еще информация о наших ценностях. А ради чего мы вообще это делаем? Еще выше информация о том, а кто я? Об этом мы вообще не сильно часто задумываемся, признаемся немножко себе. И на самом верху информация о том, а вообще ради чего я все это делаю. Сейчас я расскажу про то, как это вообще к нашим целям соотносится. Мы же все сюда с целями пришли, да? Можете поделиться, кто с какой целью пришел? Вот я хочу, что? Кто с меня? Научиться чего-то нового, узнать что-то новое, пообщаться с людьми, которых я знаю здесь. Это цель на сегодняшний вечер? На сегодняшний день, да. А у кого есть цель, которую он хотел бы проработать за время этого мастер-класса? Спасибо большое. Вот, да. Познакомить себя с миром. Себя познакомить с миром. Вот, собственно... С соцсети. Ага. Как выплатить ипотеку? Обратите внимание, девушки назвали три цели, и все они на уровне действия. Выплатить ипотеку, познакомить себя с миром, узнать что-то новое на этом уровне. Вы слушайте, девушки, да вы продвинутый народ, потому что, как правило, на тренингах, когда я спрашиваю, первое, с чего начинают, там, купить машину, построить дом и что-то еще. Все из области окружения. А тут-то вот сразу видно, продвинутая публика собралась. Некоторые говорят, что я хочу чему-то научиться. Кстати, тоже тут прозвучало. Некоторые говорят о том, что кем-то я хочу стать. На уровне уже самоидентичности. Некоторые вообще говорят, что я хочу сделать какой-то вклад ради чего-то. Но согласитесь, человек, который говорит, ну, допустим, про работу, один говорит про работу, я хочу получить новую работу, второй говорит, я хочу сменить работу или я хочу работать в такой-то отрасли, третий говорит, ну да, про свои цели, что я хочу научиться, да, там, менеджменту или чему-то еще, чтобы перейти, допустим, в международную компанию. Четвертый говорит, что я хочу стать, там, одним из десяти лучших специалистов в такой-то области. И согласитесь, что вот эти люди, они совершенно разные, да, если вы услышите их цели, вы поймете, что это совершенно разные люди с разным мышлением. Собственно, почему я это сейчас рассказываю? Потому что есть такой закон, который называется «Закон ферамин», и он очень хорошо ложится на эту информацию. Понимаете, когда мы хотим решить какую-то задачу, то, по-моему, еще, не вспомню имя, кто говорил о том, что любая задача решается уровнем выше, Инштейн, спасибо, Олечка, решается уровнем выше, чем тот уровень, на котором она создана. То есть, если я хочу построить дом или купить машину, мне надо посмотреть, что мне для этого надо сделать, а лучше еще через один этаж перепрыгнуть и посмотреть, какие способности мне нужны, чтобы я там заработал себе на дом или на машину. Если у меня задача, что я хочу, ну что, что у нас там на уровне действия было, девочки? Выплатить ипотеку. Мы смотрим, мы смотрим на уровень выше, а еще лучше через уровень. Мы говорим, допустим, о ценности. Почему мне это важно? И когда мы находим ответ для себя, прям вот настоящий-настоящий, на тему, почему мне это важно, и когда мы понимаем, что мне это действительно вот так вот важно, то она выплачивается гораздо быстрее и легче. Сейчас. Даша, на самом деле, я не могу ставить. Мы думаем, что раз ради него я это делаю, но что-то после этого получается. Важно не только посмотреть, важно еще кое-что сделать. Так вот, а если мы меняем свою идентичность, то цели достигаются еще быстрее. Вы наверняка же слышали истории о том, как миллионеры разорялись, а потом снова становились миллионерами. Слышали такие? А слышали истории, когда, ну там, скажем так, несостоятельный человек получал наследство или выигрывал приз, а потом снова становился бедным? О чем это? О том, что человек, который осознает себя миллионером, что бы там ни произошло, он в это состояние вернется. Так вот, факт номер один, правило номер один, что все задачи, в том числе и достижения наших целей, они решаются не на тех уровнях, на которых они создались, а уровнем выше. Это первое. И второе, на что хочу обратить внимание, то, что в этой пирамиде, если мы меняем, да, думая о своей цели, меняем что-то на нижнем уровне, то не факт, что что-то изменится на верхнем. Условно говоря, я могу купить там квартиру для того, чтобы там, ну кто-то додумывает, в конце концов, быть счастливым, но не факт, что квартира принесет мне счастье. И наоборот, если я меняю себя на верхнем уровне, да, я меняю свою идентичность, то все, что снизу, обязательно меняется. Условно говоря, что человек вчера был карьеристом, вчера был там успешным человеком, он думает, у него одни ценности, у него совершенно, как бы, определенные способности развиваются, он совершенно определенным образом действует. Но если что-то случилось, и через год он понял, что на самом деле, блин, нет, все, я не карьерист, я заботливый отец, я стал отцом, ура! То вот все это вот у него разом меняется. Зачем я все это вам рассказываю? Затем, чтобы обратить внимание, что с помощью той техники, которую я вам хочу показать, мы меняем свою идентичность, мы меняем вот свое самоощущение для того, чтобы легко и непринужденно достигать своих целей. Немножко, наверное, поделюсь, ну, такой, личной информацией для того, чтобы убедить, насколько это хорошо работает. Ну, в общем, когда мне почти исполнилось 40, это было лет 5 назад, до чего я дожила, скажем так. На тот момент у меня было 10 лет свободной жизни после первого развода, самостоятельно выращенная практически дочь, трехкомнатная квартира в центре города, почти достроенный коттедж, хорошая машина, ну, и, в общем, и квартира для дочери. Как бы вы назвали такую женщину? Вот. В тот момент моя взрослая дочь, когда я ей сказала, что вот, доченька, надо же вот смотри, как надо работать, чтобы чего-то достигать, она мне, знаете, она из игреков, она мне сказала, ну, и что, мама, ты счастлива? Это Юля про нашу историю, да, про которую Юля, я сегодня Юлю слышала и понимала, что вот, вот, это вот живая картинка, поэтому я, наверное, должна сегодня об этом сказать. И, да, тут вот мне щелкнуло, и я поняла, что, да, действительно, Наташа, пора вот тормозить, подумать вообще о себе любимой. Вместе с тем, да, вот идентичность, вы сами сказали, да, там, успешная женщина. Скажите, способна ли такая женщина легко вообще наладить свою семью, ну, как бы, личную жизнь? Ну, способна, но не сразу. Не способна, но не сразу. Что для этого нужно? Ну, для этого, наверное, надо тоже, как только себе, наверное, надо, чтобы вот тебе вот все это уже надоело. То есть ты принимаешь, у себя есть квартира, машина, деньги, но это тебе счастье вообще не приносит. И, как ты уже думаешь, надо в работе сделать так, чтобы у тебя было личное время на личную жизнь. То есть ты ценности, свои реалитеты меняешь в ценности, и потом уже ты понимаешь, что тебе и зачем это нужно. Совершенно верно. Да, спасибо, мы говорим о ценностях. Но, понимаете, когда ты 40 лет, к 40 годам пришел к тому, что у тебя определенные ценности, да, там, успех, карьера и т.д. и т.п., все сразу вот так раз и повернуть и сказать, все, у меня ценности семья, берите меня, пожалуйста, завтра. Да, это не сразу вообще. Кто как-то не возьмёт. Сразу-то не возьмёт. Скажем прямо, скажем честно, поверяю. Слушай, ну страшно подходить. И очень многие женщины, которые, да, на этом уровне, про которые Юля рассказывала, которые, да, достигаторы-достигаторы такие, к ним страшно подходить, потому что они могут все сами. И тогда я стала заниматься с коучем, и, собственно говоря, вот то упражнение, ту технику, которая мне максимум помогла, ну скажем так, переориентироваться на то, что вообще я, моя идентичность сейчас счастливая женщина, а не успешная женщина, хотя одно другого совершенно не это, не исключает. Вот та техника, собственно говоря, мне и помогла. Ну, теперь я могу о ней рассказать, наконец-то. Девочки, а чтобы она просто не только вам там запомнилась, вы ее сейчас посмотрели, послушали, я вам дам такой раздаточный материал, с помощью чего вы сможете дома, потом еще раз легко этим воспользоваться. Ну что, останетесь потом, девочки, туда передать. На. Легко передай. А, еще есть, вот у кого-то здесь осталось, девочки, передайте туда, назад, пожалуйста. Собственно, мы уже со спикерами обсудили, что все, что здесь происходит, да, все презентации мы в любом случае выложим в группу и этим поделимся, в том числе эту форму, так что если вдруг кому не досталось, мы это обязательно реализуем. Так вот, лучше всего запоминается что? Когда мы на практике что-то ручками делаем. Ручки есть у всех? Эти две и одна какая-нибудь розовая или фиолетовая. Так, у меня есть предложение. Сейчас мы берем ручку, мы вспоминаем про свою заветную цепь и ее вписываем. Вот у вас есть там место для цель. Пишем. Чем быстрее, тем лучше. Времени у нас мало. Девочки, есть еще у кого-то? 60 штук было. Да, столько. Тогда пишем в блокнотах, девочки, по большому счету это лишь подсказка, а потом эту подсказку мы в группе выложим. Итак, пишем себе цель. Даже у тех, у кого нет таких сиреневых листочков, в блокноте пишем себе цель, про которую вы наверняка вспоминаете, думаете. Кстати, хороший тест, если я первые три минуты не подумал, какая у меня цель, о чем это нам. Едем дальше. Как у вас там? Кто написал цель? Замечательно. Зачем? Это отличный вопрос. Ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Зачем это вам? Потому что, если вы быстро не найдете ответа на этот вопрос, это тоже нам показатель. А моя ли это цель? Меня вот мама там пять лет уговаривала купить шубу, потому что так вроде как положено. Да, у нас есть такие цели, потому что, ну как бы вот общество говорит, надо. Написали ответ себе, зачем? Если не написали, ищите другую цель, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, когда вы ее хотите достичь. Ну, прям там, апрель двадцатого года или еще что-то. Месяц, год, месяц, год. Напишите, когда вы ее хотите достичь. Завтра. Отлично. девочки, по поводу счастливой, я надеюсь, вы знаете, что цели надо писать конкретные, измеримые. То есть, быть счастливой не цель, это последствия. это мечта. Вот. Соответственно, что я хочу, когда, как я пойму, что я этого достиг. Вот это вот будет цель. Ну и идем дальше. Самое интересное. Я хоть и говорила, что шаманских практик не будет, но все-таки нам немножко надо закрыть глаза и представить себя в тот момент, когда вы этой цели достигли. Вот вы написали там какой-то месяц, какой-то год и, пожалуйста, представьте себя ту, которая цель достигла. Посмотрите на себя со стороны. А потом прислушайтесь к своим ощущениям. И прям прочувствуйте, какое состояние вы испытываете. Что это? У кого-то, может быть, это будет радость, счастье. У кого-то спокойствие или уверенность или что-то еще. И наверняка это состояние будет не одно, а два или три. И я вас прошу, вот эти состояния записать под номером один, два и три. Запишите, пожалуйста, что это для вас? Когда вы достигли цели? Какое состояние вы испытываете? это, пожалуйста, обратите внимание, чтобы это не от мозга шло, а прям именно от ваших ощущений. И, быть может, вы слышали о том, что сначала надо быть и потом получится и потом получится иметь все остальное. Это как раз про ту пирамиду. Потому что все, что сверху, это быть, все, что снизу, это делать и иметь. Наша задача сейчас просто войти в то состояние, когда мы эту цель уже достигли. И начать привыкать, испытывать те чувства, те ощущения, которые нам, да, будут близки, когда мы эту цель достигнем. Потому что, как Оля сегодня сказала, я слышала, нашему мозгу все равно, реалия это или наши мысли. Он воспринимает это одинаково. Когда мы привыкаем быть в этом состоянии, да, жизнь сама, она подстраивается под те рельсы, которые мы ей показали. Итак, аж как нам научиться в это состояние входить? А можно я спрошу, какие вы записали состояния? Тепло, уют, радость. Тепло, уют, радость. Вот тепло, можно поподробнее, что это? Когда я представила вот это свое учет, я прекрасно знаю, зачем она мне и для чего. Вот это вот моя цель, цель мечта, вот можно так сказать. Я представила себя, вот сразу на конец. Вот тепло, тепло, это что такое? Тепло вот как-то вот изнутри, вот так сказать, из души, вот как-то вот из сердца про все мое, вот все проще. А с какой может быть эмоцией это связано? С какой эмоцией? Ну, радость, теплота, счастье, уют, спокойствие. Ну, какая-то гармония, наверное, достигла. Ну, вот гармония, наверное, да. Гармония. Потому что вот все про вас. Потому что тепло, это вот как-то такое, не совсем... Ну, эмоция просто такая, что вот цель, очень вот мое. Кто еще хочет позвониться, про что это было у вас? Спокойное, счастливое, уверенное в себе. Спокойное, счастливое, уверенное в себе. Вот мы это все вписали, девочки, а теперь давайте вспомним, как это с нами бывает. и я прошу вот посмотреть на то, что вы под номером 1 записали и вспомнить в своей жизни, когда вы на 100% это состояние испытывали. Допустим, там, спокойствие. Или что у вас там под номером 1? Я не знаю, когда это у вас было, в 5 лет, вчера, в 16 или еще когда-то. Просто вот вспомните каждый про себя на секундочку. А следующим этапом давайте смоделируем себя как бы со стороны и представим себя в этом состоянии. Я опять же возьму за пример спокойствие. Казала? Да. Да, она думает про спокойствие, а каждый про свое ощущение под номером 1. И лучше закрыть глазки и представьте себя, как будто вы идете по какой-то местности, полностью вот в этом состоянии на 100%. У данной это будет спокойствие, у кого-то что-то еще. Посмотрите со себя со стороны, как вы выглядите. Возможно, как вы одеты, что вы чувствуете, какие звуки вы слышите. И наверняка нарисовалась прям какая-то картинка, которую было бы здорово записать вот в этом блоке этим чувством. Запишите все, что вам привиделось спонтанно. Допустим, кто-то напишет, что у меня спокойствие, я там иду, спал в этом длинном платье, ветер тихонечко дует, я это чувствую, или я слышу какие-то звуки, а у вас будет свое совершенно. Вот то, что вы увидели, услышали, почувствовали, запишите, пожалуйста, в этот блок сюда. и отметьте про себя мысленно, да, где вы себя увидели. Это может быть, я не знаю, какая-то улица или лужайка, или что-то еще. Возможно, эта девушка, которую вы увидели, она не очень похожа на вас, реальная, это тоже все нормально. И мы оставим эту девушку, которая в состоянии номер один, там, где мы ее увидели, а теперь обратим внимание на то состояние, которое номер два у вас. У каждого у нас свое. И мы точно так же, давайте вспомним, когда мы в этом состоянии были на 100%, когда мы себя чувствовали так. Было ли это вчера или детство, неважно. И снова посмотрим в будущее и как бы увидим себя в этом состоянии со стороны. И пусть эта девушка под именем «Я» идет в направлении к той первой девушке. И представьте ее, пожалуйста, и почувствуйте, что чувствует она, как она выглядит. какие звуки возможно она слышит, как она одета, какова ее подводка, что ее отличает в этом состоянии. и запишите то, что вы увидели, почувствовали под номер два в блоке. и мы пока оставимся на этих двух состояниях. Дома вы можете смоделировать еще третье, у нас времени не очень много, но сейчас представьте, что у вас есть состояние номер один и состояние номер два. было бы здорово, если бы вы смогли увидеть, как эти две девушки. Одна, допустим, Дана в спокойствии, а вторая у вас какая? Счастливая. На сто процентов счастливая. У вас какие-то два своих состояния. Они вместе встречаются, и я не знаю, что с ним происходит, они, может быть, в фантастическом каком-то образе сливаются, или обнимаются и становятся одним. Но эти два состояния появляются в одной девушке. И она каким-то образом выглядит совершенно иначе, включая состояние номер один и состояние номер два. И вы что-то увидели, почувствовали вот в этом в этой девушке. И эти отличия запишите, пожалуйста, вот в этом блоке, который про объединенное состояние. Да-да-да-да-да-да-да. Длинный такой черте. Как выглядит, что чувствует девушка, которая обладает состоянием и номер один, и номер два. И как если бы прямо сейчас могли окунуться в это состояние, объединенное, которое Вы здесь написали представить себя в ее шкуре побыть ей но нам надо понять а вообще насколько вам комфортно в этом состоянии жить прямо здесь и сейчас потому что да сегодня мы здесь завтра на работе после завтра нет завтра мы тоже здесь и я вас попрошу прям вот протестировать мы представляем себя что я вот в этом состоянии и я иду на работу как мне там в этом состоянии комфортно некомфортно я вам там выживу по десятибалльной шкале насколько мне комфортно там у кого какие цифры 10 отлично замечательно теперь давайте представим себя в другом в другой какой-то атмосфере да допустим с детьми или с мужем как вам там в этом состоянии бывает так что не 10 девочки на самом деле бывает также понимают блин я вот какая-то слишком какая-то тут резвая мой муж это не воспринят или что-то еще тогда подумайте что в этой девушке надо еще чуть-чуть изменить да там может быть замедлить походку или еще что то чтобы было комфортно но если 10 замечательно подумайте еще в каких в каких ипостасях вы бываете да кто-то учится кто-то является там я не знаю на вас учителем и так далее где вам важно чувствовать себя комфортно и тоже себя оцените вот в этих там местах в этих действиях по десятибалльной шкале как мне да как руководитель допустим не комфортно вот в этом состоянии или как подчиненный или как дочка мне вообще с мамой там с папой комфортно в этом состоянии если мы себе для себя тест этот прошли что да мне хорошо то то осталось самое сладкое вот вы сейчас запомнили увидели это состояние когда да по сути дела который соответствует тому моменту когда я достигаю цели осталось про него вспоминать каждый день и что мы для этого делали мы каждое утро пока еще может быть даже не открыли глаз вспоминаем о том что я же да допустим там спокойно и счастливая либо там уверенная и да мы вспоминаем эту девушку который вы сейчас увидели почувствовали и как будто бы в нее прям входе мы чувствуем вот ее всеми фибрами души мы представляем себе что я это она прямо сейчас на это нужно буквально две минуты но погрузиться надо вот всеми своими эмоциями всеми своими и не знаю там чувствами и возможно вам захочется посмотреть на текущий день глазами этой новость я вы можете спланировать день вот юля вам замечательно сейчас рассказал как это делать подумать о том что да какие цели вы сегодня выберете когда я такая и всего-то 21 день такой практики когда вы начнете чувствовать что вы меняете маленькая поправка бывает так что мы забываем да мы вскочили мы опоздали в садик все опаздывает или еще что то такое то делать если мы сегодня забыли это сделать со следующего дня начинается новый 20 день все все просто это раз а вторая моя просьба каждый день мы же просим про цель то вот помним да которые здесь написаны забыли уже зачем уже хорошо сейчас мы вернемся спасибо за вопрос так вот мы возвращаемся в это состояние каждый день если забыли то мы 21 со следующего дня отсчитываем новый а чтобы не забыть надо себе какую-то напоминалку поставить подумайте сейчас и прямо себе запишите какую напоминалку я себе поставлю я не знаю там будильник да там я счастливая или заставку где-то главное делать это с утра но не обязательно в постельке на самом деле но с утра да я такая я такая и две минуты этому посвящать по поводу того что если цели поменялись да шикарно вы себе для этой цели новую я сделали отработали научились в это состояние входить потом поняли да что однако вы какая цель была ну ладно через два месяца у вас появилась новая цель мы про себя думаем бланчик себе открыли себе новой написали так какая я когда достигну цели и отработали себе новое состояние в котором вам будет комфортно ну что девочки это действительно техника правда волшебная я маленький такой нюанс скажу но это хохма просто было просто новый год первое число не я просыпаюсь и думаю о том что наташа ты давно волшебных техник не делала думаю что ты хочешь я вспомнила что у меня был такой период когда вот я подумаю у меня все вот все получаете и я себе загадала такое состояние чтобы меня все получил через два дня мы с девочкой имени из гильдии играли в бизнес игру называется путь профи кстати у вас наверное в про бизнес игры про цели тоже есть пакете такой в бланочек если захотите ну так вот я кидаю кубик и говорю так мне 6 мне 6 мне 4 мне 4 эту игру я выиграла но сколько было совпадений потому что накануне я просто проработала что я хочу состояние когда все мои желания сбываются я желаю вам чтобы все ваши желания сбывались и желаю вам чтобы ваш вы по цели свои помнили и жили так как будто они уже достигнуты тогда они придут будут идти вот так вот быстро они не так спасибо вам